Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 700. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 12 ноября 2017 года. Какие события? В воскресный день. Я всегда встаю, подъем с 4.40, я встаю на час, например, раньше, и ложусь пораньше, чтобы почту разобрать. Почта имеется в виду только такая. Такой почты уже нет. Я на почту уже давно не хожу. Интернетная. Дальше что у нас? Богослужения без батюшки. Собрания сразу. Собрания просят, чтобы выставлять не через неделю, 10 дней, а сразу. И сегодня ночью уже загрузил. Сегодняшний день я постараюсь медленно-медленно грузить. Мне надо около 7-8, может, часов один ролик загрузить. А вон большой ролик-то. Больше часа, наверное. Ну, а потом что? Остаются. После собрания люди обедают. Песнопения поют. И занятия. А после занятия идут кто на благовестие, кто куда. А я дома. А у меня еще тут кошек накормил, голубям слазил. Ну, и смотрю тут, знания повышаю. Вчера опять много времени я отдал все, где были бункеры у Гитлера. Посмотрел документальные. И он сказал, говорит, меня не убьют. Похушений больше 20 было, и серьезное похушение. Со взрывами. Нет, говорит. То есть, он знал это. На себя руки наложат. Это можно. Ну, и вот Наталья Чернова пишет. Она была летом у нас в гостях с сыном Илюшей. Игнатий Тихонович, хочу у вас проконсультироваться. Нашла интересные лекции про Каина. Видеозаписи Евгения Алексеевича Авдеенко. Начала слушать с Вводной. Там их, кажется, еще три будет. Как мне показалось, они очень глубокие. Для понимания, откуда берется человеческий грех. Всегда хотелось это знать. Подскажите, не вредно ли будет слушать? Вот ссылку дает. Я отвечаю. Каждому надо ответить. Вреднее даже и некуда. Послушал, и сразу же мне не понравилось. Вольное толкование священного писания. И даже вопреки святых отцов Вселенской Православной Церкви. А тут и материал подвернулся об этом. Обденен как культисти. Вот показывай, где место и прочее. Даже не хочу пересказывать. И он умер. Неизвестно, что такое. Рустам. Отдельное вам спасибо за рубрику «События дня». Это гораздо лучше новостей по Первому каналу. Понятно. Что такое Первый канал, я не знаю даже. И далее. Кавычки открыты. Люди, ничего не знающие о Боге, или имеющие о Нем самое смутное, ложное представление, научаются купаться в проруби на крещение. Крестить свой икон, да еще и лбом стукнуть. Ставить свечи. И все это без Христа. Ну, сектант какой-то говорит, еретик. Баптист или кто. На наших глазах создается суррогат религии, который выдается за православие. И люди входят в эту странную религию, потому что не имеют реального представления о том, что такое церковь на самом деле. Последствия этой псевдорелигиозной жизни без живого общения с Богом очевидны как для человеческой души, так и для национально-религиозного сообщества. Это строительство дома на песке. Вот сегодняшний храм и все это на песке. Кто это говорит? Епископ Тихон Шевкунов. Духовник Путина, как говорят. Ну, пожалуйста. Наконец-то заговорили о том, о чем я крещен. Меня нападают. Рустам. Бог мой отец. И церковь моя мать. Один наставник в наше время во Христе, в это вы, Игнатий Тихонович. Друзей у меня нет совсем. Жены нет тоже. Поэтому живу по кругу. Дом, работа, храм. Ни одного апостола в России. А вы чем не апостол? Четыре восхитительных знака. У вас мне учиться, учиться, еще раз учиться. Хоть в чем-то прав был лысенький пигмей. А я тогда это где лысенький-то пигмей посмотрел. А, вон откуда он взял это слово. Это моя статья была в газете «Молодежь Алтая». Я про Ленина там говорил. Надо найти будет лысенький пигмей. Игорь Думщиков. Я говорил об этом Рустам. Когда начинают вот так вот там лишнее сравнивать где-то, я настороже. Думаю, вот-вот на меня поднимется. Вот такое у меня предчувствие как бы всегда бывает. Игорь Думщиков. Игорь Думщиков. Игорь Думщиков. Ривка пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Это Ревекка. Хочу спросить по поводу своей мамы. Она была крещена в младенчестве брызганием от священника на дому. Была неверующая. Уверла в лет 30 в иудейско-христианской общине, в которой я выросла. Она приняла там сознательное крещение полным, не троекратным погружением. На днях мы общались об Ефае. И мама сказала, что она осознанно после крещения в 30 лет дала Богу обет. И нарушила его много лет назад. Я спросила, было ли у нее покаяние. А она сказала, не помню. Я говорю, значит не было. И нужно срочно пойти к священнику и взять эпитемию. Весной и летом с Божьей помощью мы все хотим принять полное погружение, где Господь усмотрит. Сейчас получается, мама не считается крещеной. Эпитемия за них крещеных ведь не распространяется. Или как? Или можно самому назначить себе эпитемию, если да, то какую в случае нарушения обета? Или нужно дождаться крещения, а с ним и прощения грехов и исповедания? Я отвечаю, пятидесятое правило. Если кто, епископ или пресвитер, это апостольское правило, тут не указал. Совершить не три погружения, единого тайна действия, но одно погружение, даваемое в смерть Господнюю, да будет извержен. Ибо не сговорил Господь, смерть мою крестите, но, идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28, 19. И у мамы крещение не считается действительным. Это все еврейские штучки и хитрости. Как говорит герой Михалкова Никиты в фильме 12, Ривка, за крещение ясно. А что с эпитемией? Можно ли самому назначить? Какую? Или у священника и спросить? Я отвечаю, к священнику пойти и очень подробно все поведать. Ну вот, а если там не назначает священник, тогда самому по правилам вышить надо и тогда уже исполнять. Ну, я не знаю за что, что она там говорила, как говорила, тоже ничего не понятно. Не знаю. Тем более, обед какой, в какой форме давала, действительно этот обед или нет. Тут вопрос сложный. Вот наши тогда ресурсы показать. Это вот мой мир. Тут легко на почту зайти и все здесь писать. Ну, все легко. Само суда перекачивается. Все на глазах. Сколько друзей. Сегодня анкета своя рядом. Ну, все абсолютно. Лучше эта система моего мира в интернете не знаю. Не в фейсбуке, тем более. Твиттеры, живой журнал, одноклассники, контакты. Там еще какие-то. Даже, ну, даже близко нельзя сравнить. А тем более, какой был. Они его укоротили раз в сто. Ну, и наш православный форум во свете Библии. Вот он. 1600 тем. Молчания. Никого нету. Так никто не ходит. Да нет, заходит иногда на наш форум. Меньше 300-то не бывает почти. В среднем, сейчас сколько я посмотрю. Ну, в среднем 308. Вот. Двести девяносто девять, а там было 400. Ну, так уравнивают. Ну, и наш православный диоканал открытым оком во свете Библии. Большой канал. 8600 роликов. Примерно так. Туда-сюда один-два нет. И во свете Библии православный библейский сайт. И тут самое ценное – это вопросы и ответы. Вот. Справа. И они разбиты на 55 папок. Вот. Никита зашел. Сейчас я посчитаю, чего он зашел сюда. Никита. Игнатий Тихонович, вот вы выставили там ролики, которые я там записывал с собой одним. Они для этого не предназначались. Я просто пытался что-то так говорить. А вы сразу ставите. Зачем? Разве у нас мало других записей? Вот тебе на. Уж от Никиты никак не ожидал. Но еще нету по простоте. То есть он увидел в этом какое-то ущемление. Люди смотрят. Посмотри, Никита вышел. Прорезался. Вот, говорит, Валаамова ослица. Ладно, пусть стоит. Многие покушаются на это. То есть еще не поставишь, и то соглашаются. Я дал, то другое. И откуда я знаю? В архиве у меня лежит давно. Я архив маленько растеребил. Ну и что теперь? Ну а теперь у меня идет, помаленько освещаю, тема о государстве. Вопрос 1933. Седьмой том открытым оком. Жестокость духовных встречалась в средние века. Когда это замечено было впервые? Ответ. В этом не было недостатков никогда. Просто мало сохранилось свидетельств о тех временах. Второй царств 12.31. А народ, бывший в нем, он выявил и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими, и возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Давид. То есть, отец Христа, Иисус, сын Давидов. Зачем ему это нужно было? В обжигательной печи. Это освенцам. Освенцам самое настоящее-то. И вот такое дело. И подумал храм строить. Но Бог сказал, крови ты много прорил, не будешь строить. Деяние 14.19. Когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Вот когда это началось такое? Иоанн Златоуст, 13 ноября, по старому силю, Жесиев. По 12 книгам Дмитрия Ростовского, митрополита. Кавычки открыты. «Не найдя их, братьев долгих, ибо они укрылись в одном глубоком рве, он приказал воинам напасть на всех чернорисов, монахов, сжечь их жилища, и разграбить все их скудное имущество, одежду и пищу. Пьяные солдаты – это патриарх». Феофил Александрийский, златоустца когда гнал, устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушив в дыме и в огне до 10 тысяч святых постников. В 10-й день июля месяца, когда в Святой Церкви совершается память их, остальные иноки разбежались, скрываясь где кто мог. После этого Феофил удалился в Александрию. Его никто не осудил, не отлучили, ничего, никакой эпидемии. 10 тысяч монахов убили, братьев искали. Он им не понравился, они долгие назывались, все высокие. Ну, Анна Герман, там, метр восемьдесят пять. Или там этот был метр девяносто два, что ли, Клинтон. Не найдя их братьев, вот и все, долгих. Дальше Арсений Великий, 8 мая. Арсений много плакал об опустошении скита, говоря, Рим погубил мир, иноки же погубили скит. Пафнути Боровской, 1 мая. По предсказанию преподобного Пафнутия, вскоре после его кончины в монастыре пошли несогласия, Пререкания и новый игумен преподобный Иосиф в 1477 году или в 1478 тайно оставил Боровскую обитель. На книгу стихов Гриханова Виталия стихи старообряческие вышли. О чем они? О главном или как? Все о расколе, про закон, что дышло, про никоньянство, про его гулаг, О том, что никон, лютый зверь и аспид, куражился и портил все и вся, Про дух народный, что тогда был распят, как смертно перессорились друзья. И главное, вакуум, двои персия, как панацея счастья и спасения, На наших волосах, на их зверье все с шерстью, и виноват, конечно, грек Арсений. И эти двое, никон и вакуум, хлестались, как еврейские цари. «Предвзятость старую в стихах воспел со смаком, кто не со мной, сегодня же умри». Для беспристрастных щитителей и героев, приверженцев обеих воевод, Кто делал их, продолжил и построил, и призывал к тому же весь народ. Уж им-то доскональнейше известно, а они ученики своих господ. В той кутерьме для Библии нет места, все перепутали, где запад и где восток. На сотый раз считаю с удивлением о мертвом непокорстве и упорстве. Да, революция, да, был товарищ Ленин, все от того, что пальцы недвуперстны. Святая, мертвая на практике идея, что все в богослужении и в обряде. Христово слово в новой иудее за станом, за церковной оградой. «Стихи, приверженцы мощей святых агарков, от злости лопаются в сполохах ночи, повтор ошибок трехсотлетних старых, а слово Божие, как прежде, там молчит». То есть у старобрядцев 25 июня 2003 года. Все вспоминая, как Песков писал, Василий Михайлович, когда беседовал первый раз с Карпом Иосифовичем, и говорит, что война была. Как? Война была? А с кем? Германия напала? Германец напал. Проклятие Петру, это он все с немцами якшался. И говорит, такой вывод делает, как будто Никон за стенкой живет у него. Это старобрядцев, но сегодня такое же. Не бесед настоящих духовных, ничего. За 300 лет ни одного благовестника нету, вообще. Перешел там к ним, епископ Михаил Семенов, и заели его. Он, главное, принимал, которые приходят от старобрядцев, новобрядческой церкви, без изменения обряда. Ну, можете крестить и треперстно, они за это заели его. Я тут переписывался, хорошее, с митрополитом сегодняшним. Просто хорошая переписка была, книгами обменялись. И он говорит, я много нашел в ваших книгах нового, интересного, полезного. Вот так выразился. Но я тогда знаю, говорю, у нас старобрядцы есть, раньше ходили, а сейчас запретили им. Мы же не заставляем, я тоже в двуперстно крещусь. Никто их переходить не заставляет. Ну, что вместе, не шатались они по деревне, там молились-то. Он сразу ответил, нет, у нас это не положено. Что? А ну, как они три пальца вместе сложат, и все, и помрут, наверное, так думают. Вот, пока говорил, кто-то зашел в скайп. А, это Никита и зашел. Прошу вас, уберите их. Вот, просит Никита, уберите их. Ну, что это такое? Еще добавил-то. Видишь, просит, уберите их. Ну, не убирай, дальше еще он будет делать. Пусть постоит. А то, не ладно, что задело его. Ну, на этом пока на сегодня все.